Всем привет! Приятная весенняя теплая погода началась так быстро в этом году, что у меня и весенняя аллергия на березовую пыльцу началась быстрее. Наконец-то я выбрался в гараж, хочу позаниматься немножко автомобилем. У меня куча всяких ништяков закуплено для него, потому что я люблю радовать себя и, в принципе, своего кременька. Так что сегодня я расскажу о многих обновках, которые приобрел, которые буду устанавливать, а также это видео посвящу установке распорок, ну такой тюнинг у меня будет, передней распорки и задней распорки. Я уже подготовил подкапотное пространство, потому что, ну, если устанавливать новые ништяки, то необходимо, наверное, привести все в порядок. Промыл, все тут натер, как я люблю. Если вы не видели мое видео, как безопасно проводить мойку двигателя, то я ссылочку оставлю в описании, посмотрите, кому будет интересно. Наперед я буду ставить распорку, которую для меня сделали ребята из Unlim Dynamics. Я всех просил, чтобы они подкрасили в цвет машины, в цвет кузова, ну такой графит. А назад буду ставить челябинские распорки. Сделали тоже, подкрасили графит, но они, видно, еще лаком прошлись, прям блестит, вообще мощная, красивая. И ставится она не под днищем, а вот именно в месте, где запаска идет, то есть получается вот в само подполье. Все это дело мы сейчас вместе установим и посмотрим, как это все будет себя вести уже, ну, на дороге, да. А что я вообще, я хочу от этих распорок, что они дают? Ну, во-первых, это жесткость кузова. Все, что дают распорки, это жесткость кузова. Для чего это нужно? Ну, для того, чтобы во время движения по всяким кочкам, там, неровностям, попаданиям в ямки и все, кузов уже не принимал такие удары. Вот сами чашки будут сейчас усилены благодаря вот этим кольцам, а сами стаканы, что левый, что правый, уже не будут сходиться либо расходиться. То есть они уже будут в таком вот каркасе монолитном, да, самостоятельном. И, соответственно, назад то же самое надо сделать, потому что если ты делаешь перед, то это как бы половина машины, назад это уже полностью, ты как бы 100% добиваешься жесткости кузова. Потому что если посмотреть, вот так вот вернуться назад, то Subaru сделала автомобиль BR четвертого поколения и говорила, мы там увеличили жесткость. А потом они сделали рестайлинг, где сказали, что увеличили жесткость еще на 70%. Потом сделали PS, да, сказали, мы увеличили жесткость на 70% еще. Теперь вышло новое поколение, там шестое. Вообще перешли на другую платформу, Global Subaru платформ, и говорят, что там жесткости еще больше. Понятное дело, что машина крупная, и если вы заметили, то вот вспомнить третье поколение Outback. У него был обалденнейший люк во всю крышу, такой панорамный люк, который полностью открывался. А здесь сейчас мы видим, что вот маленький лючок, наверное, неспроста. Наверное, кузов так играет, вот на неровностях, да. Многие вот как раз вот владельцы четвертого поколения BR, что рестайлинг, что дорестайлинг, жалуются на то, что не могут даже крышку багажника закрыть, если вдруг там какой-то перекос. Ну, такая вот проблема есть, ну, и очень возможно, что установка дополнительных распорок придаст кузову дополнительную жесткость, и с такой проблемой можно уже больше не сталкиваться. Я бы, наверное, так сказал, но это надо все пробовать. Поэтому сейчас я буду устанавливать наперед, потом мы будем устанавливать назад. В принципе, все ссылочки я, наверное, оставлю в описании, потому что очень часто у меня в видео спрашивают, ой, Сергей, оставь там ссылочку на это, на то, твоя, продублируй, твоя ссылка, которую ты оставлял 4 года назад, она уже не действует. Ну, конечно, не действует, ну, что вы думаете? Все меняется, поэтому, я не знаю, люди даже обращаются, наверное, настолько ленивые, что просто вбить OBD-сканер, не знаю, в Nazon, там, в Wildberries, там, куда угодно, там, AliExpress, и тебе найдет такой вот этот, да, OBD-сканер. Нет, как бы спросит меня, вот, найди нам ссылочку и скинь, потому что мы не знаем, где искать. Ну, вот так вот бывает в 21 веке. Поэтому, кстати, зацените, какой сейчас звук. Мне пацан, мой сын Максимка, 12 лет, на день рождения подарил замечательный новый микрофон. И не просто микрофон, радиомикрофон. Теперь я могу с вами общаться, находясь в машине, даже в процессе езды, якобы у него там на 30, там, 5 метров удаленность. И зацените, какое качество звучания, поставьте лайк, или там, комментарий напишите, как понравилось или нет. Ну, а мы начинаем установку. Для установки самостоятельно нам потребуется по минимуму инструментов и минимум навыков. Я сделаю это чуть быстрее, потому что у меня с собой есть вот такой гайковерт. Все, что нужно сделать, нам снять три гаечки, которые удерживают саму стойку и прикручивают ее к чашке. Накидным на 12. И многие, скорее всего, будут задаваться вопросом, что именно дает тебе вот эта установка, распорки, что наперед, что назад, кроме усиления жесткости кузова. Во-первых, должно стать, должно, стать более четче и резче управления. Машина должна заходить в повороты чуть-чуть, может быть, раньше, да. Уже не так подвеска должна реагировать на всякие выбоины, потому что Outback вот славится этим, ну, как и Legacy, да, у них такие стойки стабилизаторов, что при попадании в острую яму они чуть ли не пробивают. Вот. Уже стыки мелкие в асфальте не должны ощущаться. И, конечно, вот подъемы и спуски, когда идет диагональное вывешивание, вот, особенно на внедорожье, то есть и кузов начинает перекашиваться. Знаете, когда вот вы спускаетесь с какой-то вот горки, и вот потом снова подъем, и какой-то бурак, и получается, как будто скрип резинок в дверях. Вот это как раз уже говорит о том, что играет кузов. Ну, и, конечно, усталость металла усилить, наши замечательные стаканы. Потому что они во время движения все равно гуляют. Но не так гуляют, чтобы там, да, там на два метра ушли. В среднем полтора-два с половиной миллиметра. Но этого достаточно, чтобы, вот так скажем, расшатать. Я считаю, что разбиваются, как всегда, во всех вопросах на два лагеря. Кто-то за распорки, кто-то против. Те, кто против, обычно всегда говорят, ну, при ударе вперед уйдет один стакан, а если установлена распорка, уйдут два стакана. Ну, не знаю, если небольшой ударчик будет, то, наверное, жесткость, вам любой сварщик так скажет, да, если жесткость у тебя есть конструкции, то даже больше, скажем так, меньше деформации будет, да. Но если очень сильный удар, то там, наверняка, уйдет все. Но вы же берете машину для того, чтобы испытывать, насколько сильные удары будут, да. То же самое, как диски, там, когда покупают, с вылетом красивые, да. Вы же не берете их для того, чтобы, там, абордюры цеплять. Или, там, бампер, который, там, заниженный, да, лакированный для того, чтобы, там, упираться им. Поэтому, нет, на такое мы не рассчитываем. Мы рассчитываем получить удовольствие от вождения. Ну, и, конечно же, ну, это своего рода тюнинг, да. Поэтому, кому-то он нравится, кому-то нет. Я установлю и свои субъективные ощущения попытаюсь передать, когда мы прокатимся. Я думаю, на этом вопрос закрыт. Итак, вот она моя распорка. В принципе, красивые ровные швы, все остальное. Смотри, как. Есть люфт, как раз люфт для того, чтобы, если стойки, уже, ну, сами стаканы разошлись или сошлись, чтобы я смог подрегулировать. Да, здесь точно так же устанавливаем. Наверное, я только протру здесь сразу, потому что, скорее всего, не смогу это сделать уже потом. Ну, великолепно. Мой динамометрический ключ кингтонии. Опять же, кто не видел, как им пользоваться, быстренький инструктаж. Откручиваем стопорную гайку и выставляем. В данном случае у нас должно быть 24 ньютона метра, да. То есть, получается, вот у нас сейчас 0 на двадцатке. И добавляем еще 21, 22, 23, 24. Все, затягиваем гайку. Переходничок. Сразу купил, чтобы у меня все мои ключи могли работать с этим. И затягиваем. Сначала я прикручу именно чашки, потому что у меня здесь есть вот свободный люфт для того, чтобы я потом мог регулировать. Поэтому чашки пусть на своем месте. Порядок. Видишь, резинка плющется прям вообще почти в лист, да, толщиной. Кстати, недавно, 1 апреля, мы ездили на нашу купельку здоровья. Кто не видел видео, я тоже, ссылочку в описании. И это была первая поездка за 4 года, чтобы было так тепло. То есть, мы прям практически загорали. Ну, практически как летом. 24 плюс. Плюс сделали лавочку замечательную лесную. Ухандопали бензопилу. Конечно, ей, как Женя говорит, она новая. Нет, ей 4 года и неправильная ее эксплуатация. То есть, масло там мешали не в нужном количестве с бензином. Ну, и получились задиры, как мне потом сказали в сервисе, куда я отдавал в ремонт. Мы думали, там что-то со свечкой или с карбюратором, может, его подрегулировать надо. Нет, задиры, а это менять поршневую группу. Ну, слишком дорогой ремонт, и поэтому решили, что, ну, закажем новую. Тем более, что сейчас вот на зоне полно этих скидок, полно хороших предложений. И только что собрали. Сейчас я вам быстренько покажу. Одно из таких классных предложений была как раз вот Ява. Конечно, она уже больше, если сравнивать со старенькой. Но хорошенький чемпион. То есть, вот он, конечно, молодец. Он помог нам построить нашу купельку, помог сделать сейчас лавочку. Чуть-чуть не хватило вот ему сил, чтобы вот довести до конца и сделать вот эти вот плитки замечательные. Но если сравнивать, смотрите, ну, в принципе, по размеру они схожи, да? Ну, чуть-чуть больше, конечно, здесь уже и масло вмещается, чуть-чуть больше бензина. И он помощней, 4,3 лошадиные силы. Но самое главное, полотно лезвия на сколько оно там? Ну, практически на 10 сантиметров, да, больше? Сколько? Ну, вот так смотреть. Ну, на 5 точно. Оно и шире, работает великолепно. Ну, прям вот завести. Еще обкатку даже не прошло. Я залил вот бензинчиком, маслицем. Так что, ну, только ради моих подписчиков. Сейчас быстренько заведем. Благодаря этой замечательной пиле мы теперь доделаем эту плитку из дерева. И там будет все, никакой больше грязи. Будем хоть босиком ходить. Ну, а мы сейчас вернемся к установке нашей распорки. Смотри-ка. На 8 миллиметров шестигранник. Получается, мы просто застопорим им, да? Ну, наверное... Наверное, он так и должен, вот как-то внизу быть. Вряд ли его нужно наверх поднимать, да? Хотя, в принципе, есть вот такая возможность. Посередине? Посередине, давай посередине, да. Все очень просто, смотри. Просто ушки сужаются, да? И задавливают. Все. Так, сейчас там выставлю. Здесь чуть поровнее получилось у них. Ну, а тут надо затянуть как следует. И, кстати, это именно стальная распорка. И, в принципе, я, наверное, советую только такие ставить. Есть алюминиевые, но что они могут, да? В случае какой-то деформации, они, скорее всего, сами согнутся пополам. Как они могут что-то вообще удерживать, я не знаю. О, хорошо. Хорошо же. Вот это хорошо. Ничего не мешает? Нет. Смотри, они прям как раз... Вот почему. Теперь все понятно стало. Почему они вот сюда его не приварили? Эту планку, да? Потому что сейчас вот она попадает вот здесь, а иначе была бы вот здесь, да, на этом металле. Вот в чем дело. Только еще разочек. То есть она именно там, где должна быть. Металл проходит мимо. Угу. Да. Класс. Ничего не мешает. Великолепно. Еще раз закрою. Супер. И, кстати, машину я помыл специально для, можно сказать, видеосъемки. Вот это все желтое, что вы видите, это пыльца березовая. Она кругом. Вот это желтое пыльца, которое не дает мне покоя. Если я не пью таблетки. Ну, а теперь настало время установки задней стойки. И устанавливать мы ее будем в подполье багажника. Для этого здесь все освободим. Да, мне придется полностью, скорее всего, разобрать вот эти обивки. Так, обивку багажника я очень быстро разобрал, как вы видите. Вот наши две гайки, которые удерживают задние стойки. Вот, в принципе, здесь и это мощная распорка челябинская, замечательная, глянцевая, красивая. Смотри, какие швы. Ну, слой краски тут немеренный, наверное, прям все красивенько так. Увесистая. Мне так-то она даже как-то чуть больше понравилась, что ли. Ну, внешне. Так, и значит, он должен быть вот так, да? Да, придется снять, наверное, вот эти пластмасски сначала. Так, чтобы вот эти кончики хорошо мне отпилить, не здесь, а, скажем, на весу, да? То получается, мне нужно снять полностью этот пластик. А здесь проходит еще первый и второй тросик, который как раз, наверное, откидывают нам сидушки. Вот, кстати, если будут проблемы, измейте в виду, вот сюда надо будет долезть. Так. Что теперь? Теперь мы можем, наверное, их снять. Временно. И полностью этот пластик и достать. Вот так вот. Так что с одной стороны. Надеюсь, все видно прекрасно. Никаких, в принципе, проблем с разборкой нет. Так, где-то потом держишься. Вот и все. Пластик в руках. Теперь надо просто аккуратненько ножовочкой все подпилить. Займемся. Кстати, меня часто спрашивают одни и те же вопросы. Какое масло ты льешь двигатель, и какое масло лить вариатор. Я знаю, что вариатор. Многие могут лить все, что угодно. Кто-то сейчас даже лукоил. Увидел, что там, в принципе, есть допуски. Хотя нужно к этим допускам относиться скептически. Потому что там указано Lineatronic и Subaru CVT Chain. Но я лично вот на банке хоть и встретил Lineatronic, там два, да? А вот в документации, которая идет к этому маслу, ничего такого не увидел. Поэтому, ну, не знаю. Лично моя рекомендация использовать только оригинальное масло. Но если вы, конечно, там можете и Yenius, там еще какие-то масла использовать, то имейте в виду, только оригинальное масло может дать вам срок эксплуатации. Там вот, как я советую, менять полный, делать полную замену масла и делать это раз 90-100 тысяч километров. Если вы, конечно, будете эксплуатировать нещадно автомобиль там по пустыням, по горам, по лесам, или же просто будете использовать неоригинальное масло, то сократите этот срок, ну, в два раза. 45-50 тысяч. То есть, придется чаще делать. Многие же говорят, мне масло такое дорогое, оригинальное, ну, вот, рука не поднимается, покупать 20-литровую бочку, а менять мы будем все равно частично, потому что сам я не буду менять, так как ты показывал, а в сервисе не берутся. Так вот, я уже давно видел, что 4-литровые канистры оригинального Lionatronic масла 2 уже существуют в природе, и я даже недавно приобрел. Потому что у XV скоро идет замена, 100 тысяч на подходе, и вот, пожалуйста, 4-литровая канистра Lionatronic 2. Смотрите, Япония, Япония, Япония для Мексики. 4 литра. Надо только вскрыть и понюхать, наверное, сравнить, потому что у меня 20-литровая канистра 20-литровая канистра и я, вот запах прям вообще, вот он специфический. Только вот его. Кстати, я купил впрок, так что, если кому нужно, я оставлю ссылочку на Авито, я выставил одну на продажу. Также, даже если делать частичную замену, и там будет сливаться где-то 5,5 или 6 литров, то можно купить на разлив полтора литра и провести эту замену без проблем. или взять 3 канистры и провести полную замену масла. У вас будет 12 литров. Идеальный вариант. И не будет оставаться даже остатков, не надо потом на Авито продавать в разлив и непонятно, там, новое масло или, может быть, кто-то налил свою отработку. Так, ну что, пластмасску-то я подрезал, теперь самое главное немножко зачистить и примерить, чтобы не получилось, что отрезали слишком мало. Попробуем. Вот так надо было делать. Вот так надо было делать. Надо было сначала установить распорку, а уже потом получается пластик подрезать под него, а не выгадывать. Вот теперь смотри, когда угол сделал как следует, тогда вот оно все стало, и теперь я вижу даже эти отверстия. Хорошо. Те клипсы я уже сломал, потерял. Теперь получается только вот эти ставить новые. Хорошо. Все так хорошо. Улыбка на моем лице неспроста. Наконец-то мы все сделали. Сейчас покажу. Да, с тремя примерками. В общем, сразу надо было устанавливать, как я уже сказал, саму распорку. Она хорошо встает, люфта нету, но прям вот на своей позиции. Молодец. А потом уже подпиливать пластик. Смотреть, вот сколько необходимо убрать. Клипсы две сломал, они там вообще такие, только дотронься, сразу помялись, больше ничего не держат. Поэтому две новые сюда поставил. Все монолитно, все закрепил. Обратно возвращаем тросик на место. И главное, потом обязательно бы проверить снова, да, как вот он откидывает сидушки, все ли хорошо с ним. вот, потому что у него тут такой преднатяг. Здесь тоже сюда. Возвращаем все на свои места. После этого саму обшивку накидываем. Вот так. Вот она теперь хорошо входит. Вот так вот. Это же Субару, Япония. Тут, если ты миллиметр влево-вправо, все, не войдешь. Есть. Отлично, великолепно. Давай закручивать наши гаечки на 14. На первой скорости только для того, чтобы просто быстрее крутить. Так, динамометрический. Готов, да? Попробуем 24. И тут лучше делать крест-накрест. Закрутить сначала, допустим, нижнюю левую, потом верхнюю правую, потом наоборот. Ну, вообще, великолепно. Уже чувствую, насколько мощь прибавилась. Так, ну что ж, пора примиряться. Пойдет, не пойдет. все наши самые страшные сны превратились в реальность. Не получается установить ее вместе с этим пластиком. Не получается. Вот она, где должна быть. Вот здесь. и вот мне мешает получается вся вот эта часть. Так, а у нее здесь точка опоры. Вот сюда. Хотя она здесь, и здесь тоже есть, да. Вот здесь точка опоры тоже есть. поэтому, если она сюда встанет, будет нормально. А сюда уже не достанет. Это получается, сколько же нужно убрать? Это нужно, получается, убрать вот так, да, по всей вот этой вот длине. Угу. Оставить только, видишь, место вот для щеколды, да, вот почему они вот сюда вот так не пошли. Для защелки вот этой, которая будет держать саму обивку мягкую. Ладно. Возьму-ка я карандашик и себе намечу. В общем, померил. Для того, чтобы хорошо все вставало, придется распрощаться вот с этим куском. Останется только вот место защелки для обивки мягкой. Вот. И не будет вот этого стопора, да, так сказать, точки опоры. Зато вот будет вот рядышком, можно сказать. Не должно там никаких вибраций быть. Вот это придется убрать. Жалко прощаться, ну, теперь у нас уже новый дизайн. Соответственно, новые изменения. Субтитры создавал DimaTorzok Да. Все. Все, на своем месте. Вот она. Зашла. Родимая. Все, собираем. Ну, какая. и вот, вот, наконец-то, наконец-то результат моих стараний. Все на месте. Выглядит неплохо. Даже очень хорошо, я бы сказал. Конечно, пришлось совершить небольшие манипуляции с подрезкой, распрощаться вот с таким вот хорошим, жестким, качественным японским пластиком. И вот, что мы имеем. Теперь мы быстро соберем обратно все мое барахлишко, упакуемся и настил. Соберу быстро и пора кататься. Надо прокатиться и понять, насколько изменилось поведение автомобиля в разных ситуациях. При поворотах, там, на кочках, на выбоинах. И как-нибудь едем на внедорожье и тоже посмотрим этот момент. Вперед. Вот и все сделали. Перед тем, как поехать и прокатиться и узнать, что там изменилось в машине, я хотел еще ответить на вопрос, какое масло я заливаю в мотор. Все обычно всегда спрашивают и я говорю 0W20. 0W20. Я разное масло использовал. У меня было и Демитсу, если помните, и Атобакс, и еще там какие-то масла. Сейчас я вот остановился на Альфас. Не подумайте, что это какая-то реклама. Альфас это те. Вот, Madden Japan. Очень неизвестная, мне кажется, марка. В принципе, ее подделывать даже никто и не будет. Хотя они, в принципе, кто-то там, кто-то на видео на Ютюбе рассматривает эти масла, сравнивает их там, откуда они. Даже показал, что они берут базовое масло основное с завода крупного японского и потом у себя где-то разливают и вот получается Альфас. По всем стандартам все проходит. Я даже прикупил на замену у меня же XV Subaru и вот Outback кремень большую баночку. Вот, на 4 замены хватит. То есть, у меня там 4,8 литра, у супруги то же самое, поэтому намного выгоднее брать вот так вот. хотя вот оригинальные фильтра для того, чтобы заменить масло у меня имеются также промывочная жидкость. Это мы потом будем делать для Sanyone Action. Что еще? Взял колодки тормозные. Очень хотел попробовать именно с керамикой. Керамические мне хотелось. Только не полностью керамические, а вот тут состав у них такой какой-то специальный. То есть, они не только для спорта в спортивном режиме, потому что их надо разогревать. Кстати, вот пахнут, как я делал в видео, ну, прям рыбой, прям таранкой. Ну, наверное, точно хорошие. И еще у меня есть колодочки, которые также я прикупил для Sanyone Action. Это фирмы Barnett. И они, кстати, я сразу не знал, я хотел попробовать, чтобы были именно с керамикой, да, что-то такое. Потому что вот у супруги эти колодки Brembo черные, но они вроде мягкие. Вот сколько лет прошло, там уже три, по-моему, как она на них ездит, они диск, ну, почти не стирают. Но зато сами трутся, пыли немерено. На мойку приезжаешь или здесь, моешь, 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 черная жижа там все время вылетает. А здесь они, получается, имеют крошку. если мне не изменяет память, по-моему, карбоновую. Тоже мне очень понравилась такая идея. А я люблю пользоваться и использовать. Я люблю пробовать все новое. так что вот такую новинку вот взял себе. Так что посмотрим. Обязательно будет установка. Посмотрим, определим, как работает и насколько все хорошо. И еще. Я уже, наверное, четыре точных сезона откатал на своей старой зимней резине. У меня липучка именно Мишлен. И так получилось, что я нашел на всем известном сайте дром. Пожалуйста, вот эти замечательные шины. Получается Мишлен именно нового поколения X-Eyes Snow. То есть они вот прям буквально по-моему двадцатого года. А нет, даже двадцать первого. И мне как бы понравилось, что цена там была такая, вот как вот, ну, они очень дорогие, новые, прям вообще ужас, там, посмотрите, там, цены зашкаливают. За весь комплект я отдал столько, сколько стоит одно новое колесо. Но знаю, что толщина завода протектора восемь с половиной миллиметров, а там было указано восемь миллиметров. Ну, вообще, то есть навье и, можно сказать, за бесценок. Заказываю, все нормально, вроде поговорили там с продавцом, приезжают, смотрю, ну, да, те самые шины, без всяких прокол, без всяких порезов. Да, есть немножко вот камушки какие-то тут остались, но это мы сейчас дадим задание, сынок проходит, отвертчик и все поделает. Вот. И замеряю, и такие чудеса, что получается, заявлено, это было восемь миллиметров, а у меня семь, вот чуть-чуть больше семи, и иногда, вот даже вот где-то вот меряешь, может быть, там какая-то вот разница есть в износе покрышки, иногда чуть-чуть ниже семи. Я ему говорю, куда-то один миллиметр пропал. Ну, он мне небольшую компенсацию выслал, и я сказал, что рекламировать и говорить о том, где я покупал, точно не буду, потому что, ну, такая какая-то неприятная ситуация получилась. Он тоже извинялся, говорит, ну, вроде казалось, что восемь. Поэтому, вам урок, если вы покупаете вот бу-резину, и вот так вот фотографии видно, все, уточняйте обязательно размерность, чтобы не получилось, что пришло вот 255-60-18, чтобы не пришло, допустим, 17-е, или здесь будет не 225, а 255. В общем, и обязательно, конечно, нужно уточнять, а сколько же остаточное? Вот там пишут остаток протектора. Ну, вот, пожалуйста. Кстати, свои я буду продавать, достаточно, они недорого, поэтому, если кому-то нужны, сезончик они еще могут проходить, там остаток где-то 5,5 миллиметров, то я оставлю ссылочку на Авито, посмотрите, надо будет, договоримся. И еще, и еще, XV, как я сказал, уже подходит, замена вариаторного масла, я буду делать, скорее всего, засниму все на видео, потому что, ну, на Аутбеке было, там вот я делал, потому что, где радиатор есть, на XV радиатора нет, там будет более, ну, другой, другой принцип, скорее всего, наверное, от маслоохладителя где-нибудь там, ну, где-то найду, где разъединить линию, и оттуда, как бы, взять. Здесь, кстати, я заказал фильтр, фильтр Goodwill, очень такой, мне качественный показался, кстати, да, с резиночкой уже идет, и у него в комплекте уже резиновая прокладка, прямо на поддон, такая вот, плотненькая, хорошенькая, где-то в миллиметр толщиной. Что насчет прокладки, вот этого неопреновой, которую я устанавливал себе? Мне как-то, один человек написал, спросил, а как она у вас ведет себя? Я говорю, да нормально ведет, а что, какие-то проблемы? Говорит, ну, что-то как, вроде подтекает. Я залез, посмотрел у себя, и обнаружил, что сама прокладка, она не подтекает, но если провести вот так вот по ней пальцем, вот даже, да, вот, ощущение, как будто она вот напиталась маслом, то есть, на пальце остается такой вот жирный налет, то есть, нету никаких подтеков, а жирный налет есть. Мне это не понравилось, я, у меня была вторая прокладка закуплена, именно, ну, другого производителя, я поменял себя, еще не смотрел, но я на всякий случай взял и герметиком прошелся по ней и дал полностью высохнуть, то есть, уже вот такую прокладку поставил. Сейчас буду ставить вот такую резиновую, так что, посмотрю, и потом залезу, как-нибудь будет время, покажу, как себя эта прокладка ведет, снимем защиту и глянем. Хорошо. Собрался уезжать и несколько раз меня предупреждала машина, что низкий заряд батареи в ключе, поэтому сейчас и не получилось. Думаю, надо тогда поменять и заодно у меня нету такого видео, как поменять батарейку, по-быстрому покажу. Сзади у нас кнопочка нажатия, на которую у нас вынимается основной физический ключ. Далее нам нужно ставить этот самый ключ вот в этот разъем и опустить его вниз. Таким образом мы раскрываем ключ на две половинки. Аккуратно. Потому что здесь находится пружинка, мы не хотим ее потерять. Обратно вот ее. Сейчас, за челочку. Внутри у нас находится плата, с микрочипом, с кнопочками. И вот наша батареечка. Достаточно один усик немножко отодвинуть, батарейка извлекается. Так, у нас она здесь 2032 SR. хорошо, что я заранее прикупил. Все четыре усика ее удерживают. Все в порядке. Ну, коль мы раскрыли, можем проверить, как тут наши кнопочки. Вот тут все в пыли. потрачу буквально одну минутку и быстро все это прочищу. Быстро прочищу и протру. После того, как все отмыл и протер, собираю в обратной последовательности. Кнопочки не перепутать. Защита в виде грузика. И защелкиваем. Самое главное, чтобы никогда не выпала вот эта кнопка. Потому что здесь всего один маленький усик пластмассовый. Если выпадет пластмасска, то уже будет тяжело. Выпадет пластмасска, потеряется пружинка. Не найти было очень сложно. Поверьте мне. Все. Чисто и красиво. Возвращаемся назад. Горя, ключ заменен. Все работает. Класс. И покажи. Конечно, надо это днем делать. Но так хочется прокатиться, хотя бы понять, что вообще изменилось. по первым впечатлениям прям жестче стало. Не именно вот сама подвеска, а как будто вот сама машина жестче. Но мы этого и добивались. Значит, все в порядке. Все хорошо. Все хорошо. У меня такое ощущение, что я за рулем совершенно другого автомобиля. Это не мой автомобиль. на повороты рулевого колеса стало реагировать намного резче. О! Вы глянь! Лежачий полицейский! Как? Нечего делать! Более уверенное движение вперед, я бы сказал. Практически руль, вот. Не трогаю. Шикарно. Мне не кажется, что даже крен при торможении стал вообще значительно меньше. Да практически нету. Это вообще может как-то влиять? Ну, если жесткость увеличилась кузова, да, то он получается на все эти вибрации, на все вот колебания уже не должен реагировать так. Ну, я вот рассуждаю как строитель, да, как сварщик. Добавил какой-нибудь один пруток, приварил его, все уже. Вот сейчас будет резкий поворот, посмотрим, как он. очень остро, очень остро. У меня же еще сзади стоит моя усиленная балка поперечной устойчивости. Там многие говорили, что тебе нужно поставить обязательно вернуть те самые удлиненные стойки стабилизатора назад. Сейчас-то они у меня стоят от Levorgo, они короче там на полтора сантиметра, на 15 миллиметров. А тебе нужно поставить те, которые у тебя были. Ну, я думаю, что действительно так и сделаю, все-таки прислушиваюсь. И я уже заказал их. Ну, как всегда, я же люблю полиуретан. Я взял полиуретановые, не помню уже, то ли X5, то ли там по-другому какая-то марка. Самое главное, что они усиленные. Так что скоро установлю. Слушай, разгон просто великолепнейший. Поведение изумительное. Вот. Наверное, как, знаешь, я не передвигался на таких вот лакшери автомобилях за рулем. Но мне кажется, что прямо уже такое более премиальное вождение. Рулежка обалденная. Вся эта расхлябанность, которая вот была, если ее можно таковой назвать, она пропала. Ее больше нет. Смотри-ка, да? Крена нет. Машина просто сама поворачивает. Ну, ясное дело. Все, что мы сделали, это, получается, скрепили. Раньше они как были? Все четыре колеса, все четыре стакана играли сами по себе. То есть, левый, правый, задний, передний. Теперь вместе именно на оси. Перед совмещен, сзади совмещено. Ну, тем самым, они вроде как получается, равносильно, да, работают, симметрично. Как симметричный полный привод, да? Симметрично спереди, симметрично сзади. Может быть, надо было сначала установить переднюю распорку, прокатиться, понять, что происходит, а потом установить заднюю, прокатиться. Ну, это муторно. Мы никогда не поймем, как это. Ведь у нас теперь распорки спереди и сзади. Ты глянь, на красный свет, ну, чертила. Скорость там, наверное, больше 40-45. на скутере. Если упадет, кости не соберется. Вырубай. Я доволен. Я тоже. Вся работа закончена, и, как всегда, я доволен. И сейчас поеду прокачусь, и засниму, какие ощущения. И перед этим хочу только рассказать, что ко мне обратился человек с просьбой посмотреть его машину. Ну, посмотреть машину, которую он искал для себя. Subaru Forester. 17-го года выпуска хотел. И, как бы, я сказал, ну, я не занимаюсь автоподбором, поэтому, как бы, время нужно ездить, там, смотреть эти машины, и все. Он говорит, я оплачу ваше время, помогите мне посмотреть, хочу, чтобы вы посмотрели, там, разные агрегаты, там, чтобы я не купил кота в мешке. А я думаю про себя, блин, одно дело иногда видно, да, допустим, крашенные элементы, ты прям смотришь и понимаешь, надо открыл дверь, лак, как бы, зашел, видно четкую полоску, поэтому, думаешь, ну, все нормально. А есть так, что делают великолепно, и без каких-то приборов, приспособлений, ты особо ничего не определишь, ничего не узнаешь. Поэтому я не хотел, как бы, и подводить человека, и еще, думаю, возьму с собой, у меня только и был такой OBD-сканер мой. И что вы думаете, пытался подключиться к нему, не получается. Достал, смотрю, а он сгорел. Ну, хочу сказать, что так-то он прожил у меня, я еще брал его, когда Subaru Forester, у меня был SF, пятый, американец 2001 года. И семь лет прошло, наверное, просто пришло время. И я заказал вот новый OBD-сканер, точно такой же, в принципе, как у меня был, потому что он хорошо работает с моей программой Torque, и с этим Active OBD, который вот именно Subaru может показывать температуру вариаторного масла. Поэтому, смотрите, вот такой сканер. Ну, есть они еще такие, какие-то половинчатые, такие маленькие, синенькие. Ну, может быть, они тоже хорошо работают, не знаю. Мне всегда спрашивают, какой у тебя, посоветуй, вот такой вот у меня, поэтому там какая-то ссылка нужна, если я оставлю. И решил взять там же, увидел на зоне толщиномер. Потому что подумал, ну, если уж ехать, смотреть машину, то, ну, надо быть во все оружии. По отзывам там посмотрел, почитал, хорошая была цена. Взял вот такой вот толщиномер. Самостоятельно определяет, где металл, где алюминий. И я знаю, что у меня капот именно алюминиевый. Но я еще вот не пробовал его, поэтому когда мы приехали туда посмотреть машину, то оказалось, что там и смотреть нечего. Там бампер снизу прикручен саморезами, подкрылки, там черт знает что. Поэтому подкрашено чуть ли не кисточкой, поэтому, ну, наверное, дальше уже лезть и смысла не было никуда. Тем более, что пробег 74 тысячи километров, вот те, кто считает, что вот могут купить машину 17-го года, с таким пробегом и еще чуть ли не по низу рынка. Ну, вот чудес не бывает. Вот. Там перекуп или кто был, не знаю. В общем, не пригодился, но приходится в будущем. Ну, я думаю, давайте сейчас впервые пройдемся по моей машине и заодно посмотрим, где какая краска и какие были крашенные элементы. Кстати, в комплекте я обнаружил такие вот кругляшки, как потом почитал, это как раз для того, чтобы можно было вот как имитация металла и тут еще пленка. То есть, разную пленку берешь и, соответственно, калибруешь. То есть, заводы, они также откалиброваны, но я попытался, там 0 показывают. Вроде как по инструкции все так сделал. Все на китайском там написано, но я на английском еще прочитал. Вот. Это было в комплекте. Чего не было в комплекте, так это батареек, имейте в виду. Хотя, в принципе, уже, наверное, можно было здесь делать и какой-нибудь аккумулятор заряжать от USB. Во основном, в принципе, все устраивай. Так. Включается достаточно просто удержанием кнопочки. Вот он, 5 секунд отчисляет. Когда будет 0, все, готовы работать. Вот он, феррум, значит, есть металл. Ну, видишь, перешел сам. Ноу феррум, 325. 342. 340. Все думают, о боже мой, твой капот крашенный, в усмерть, со всеми там вытекающими, небось, там шпаклевки сантиметр. Нет. Дело в том, что у меня здесь защитная бронированная пленка наклеена еще от старого владельца. Я думал, может, ее убрать, не убрать. Ну, решил ничего не убирать. Защита есть защита, но никаких царапин, ничего. Поэтому вот так вот, да. Бампер пластиковый. Показывать он не будет, ну, конечно. Переходим сюда на крыло. 112. Ну, это вот заводская уже краска, заводской покрас. Японцы, они, в принципе, делают всегда такие тоненькие, такие защитные краски. 177. 145. 150. 165. 127. То есть, здесь все в порядке. 142. 161. Крыша 110. 114. Ну, то есть, крыша вообще самый тонкий элемент, получается. 125. 201. вот здесь уже более интересно. 199. 196. 199. 188. 174. 180. 180. 182. 182. То есть, я знаю, что машина получала повреждения именно вот заднего крыла, вот этой части, и, наверное, вот переход сделали немного на дверь. Ну, как всегда, да, то есть, чтобы, получается, отличия не было между элементами, немного находит на дверь. Потому что, когда я искал себе машину, я проверял ее, в том числе, в автотеке, там, да, полно разных сайтов, которые предоставляют сервисы по истории, да, автомобиля, его попадание, там, ДТП, обслуживание и все остальное, сколько было владельцев, нет ли он там в залоге, там, и все остальное. И я видел, что был наезд на препятствие именно вот задней правой части. Ну, наезд на препятствие, это на парковке, разворачивался, да, вот цепанул, и все. Дело в том, что, когда я искал автомобиль, я запросил там какую-то информацию у продавца, ну, там, я покупал его в Москве, именно в этом, Мерседес-центр там был. И у меня даже видео есть, как я ездил первый раз, знакомился, второй раз приехал, уже покупал, забирал. Я оставлю ссылочки, посмотрите, кому интересно, потому что это целая история уже, да. Я попросил, чтобы хоть какие-то там документы выслали, фотографии, и мне выслали сервисную книжку, а на лицевой стороне этой сервисной книжки, там, ну, в открытии, был номер телефона владельца. Я ему позвонил, с ним пообщался, сразу понял, что это человек, который вообще за машиной не следил, ну, он делал все так, как ему было сказано по гарантии, там, да, вот, приезжай каждый, там, 10 тысяч километров. Вот он говорит, я приезжал на ТО, то, которое было нужно, записывался, отдавал машину, я говорю, меня ли там масло, там, в редукторе, или там, в коробке, меня вот такие вопросы интересовали. Он говорит, не знаю, что такие коробки и редукторы, там делали ровно столько, сколько должны были делать на этом ТО. Вот. Последнее у него было 65, по-моему, и все, как бы, да, потом уже 3 года закончилось, и он сдал машину в Требен. она простояла там чуть больше года, что ли. Вот. И еще был удар в левую переднюю часть, вперед, там, скорее всего, бампер пострадал. Мы сейчас туда сходим, посмотрим, потому что все ремонты, которые он делал, они все были по каске, и все делал официальный дилер. Именно поэтому у меня такие, наверное, ну, практически новые фары, да, скорее всего, это фароголовная оптика, она, получается, ну, может быть, лопнула там, или что-то с ней было не так, и пришлось поменять вторую. Возможно. Возможно, из-за этого здесь как раз вот такой вот момент, что стычок, ну, не совсем стыкуется, да. Как ты на него не надави. Ну, надо, получается, на все вот это смотреть, на все обращать внимание при подборе автомобиля. 206. Ну, вот, видно, что вот это, да, то есть, переднее левое, переднее левое крыло было тоже подкрашено, да, 206. 124. Все уже, здесь закончилось. 137. 452. 221. Может, она грязная еще? Конечно, неправильно. Ну-ка, еще разок. 464. 180. 206. 309. На том же месте. Получается, когда пользуешься, то вроде как должна плоская поверхность быть. Вот я что отметил. Тут вот металлическая, конечно, эта часть. Если полукруг какой-то, то он дает какие-то искаженные показания. То есть, в одном и том же месте, вот чуть-чуть, отходя, вот 381. На то же самое место 297. То есть, надо искать именно более-менее плоскую поверхность. 113. 160. 180. 120. Наверное, конечно, уже это может быть из-за пыли, но не должно такого быть. 180. 126. 159. И задняя часть. 123. 127. Ну, в общем, полезная вещь. Еще очень главное, если какие-то удары были, надо всегда смотреть еще именно и по стоечкам. То есть, вот там, где как раз вот эти наклейки. То есть, их часто могут перекрашивать. Вообще, 57. 47. Ну, то есть, прям заводская такая краска. Тоненькая. 102. Хорошо. Потому что вот это сложнее всего выправить. Вот эту деформацию, в принципе, и выправить невозможно. Какие-то наружные элементы это вообще без проблем. 185. 183. 366. Скорее всего, возможно, при ударе пострадала дверь. Ну-ка. Нет, 146. 781. Нет, пострадало, наверное, именно крыло. Возможно, просто вот въехали вот так вот, где фара, крыло, ну и бампер. Поэтому вот здесь она вот так вот и не дощелкивается до конца. и дверь даже и не трохали. То есть, получается, все крыло вот переднее прокрасили. А может быть, фары именно такие, потому что у них тоже бронепленка стояла. Это уже я сейчас наклеил, да? А так, что я еще заметил? Скорее, эту пленку сняли, потому что официальный дилер, да, Subaru, он как раз вот такие вот дополнительные свои услуги навязывал. И вот, что он ему навязал? Полностью капот бронепленку. Скорее всего, фары были, они потом уже сняли с этих фар эту бронепленку. Мне досталось. И по какой-то причине, ну, тут еще и зеркала передние, вот отсюда они сняли тоже вот эту пленку, сняли. а здесь осталось. Вот она. То есть, вот она идет вот таким резом закрывает и вот здесь, вот надеюсь, видно, показано, да? и вот здесь вот, соответственно, сверху другим кусочком вот так вот закрывает. Там, с левой стороны, такого нет. Возможно, из-за этого как раз фары так вот сохранились. Может быть, их и даже не меняли. Вот. По этим стеклам все родное. То есть, я на это тоже обращал внимание. И вы смотрите. Для чего я это говорю? Потому что, когда я сделал видео-обзор на Хавел Джулион, многие почему-то решили, что я приобрел эту машину себе там или еще кому-то. Хотя я написал, что это обзор и видео раза три говорил о том, что мне не дают машину, вот, чтобы, ну, как, да, как вот блогерам, да, им дали машину там на неделю, на две, там, да хотя бы даже на три дня, просто чтобы вот отъехать в сторонку и сделать на нее обзор так, как ты это видишь, так, как тебе это видится, как машина ведет себя на дороге, как ощущение от вождения, ну, такие вот элементы, да, вот, просто делать обзор. Хотя вот дилер от Хавел пригласил меня на какое-то открытие там нового Джулиона, мы сходили, интересно было, там, в основном только музыка какая-то играла, фуршет был, ну, как всегда, не было, в принципе, ничего связанного с автомобилем. Его как бы быстро показали, то есть никто даже не сказал там, какие там изменения, неизменения, просто вот он выкатился, дым попшикал, сняли с него там покрывало, все, вот, ну, так вот получилось. И я просил, чтобы мне вот дали машину для того, чтобы я сделал обзор. Долго, ходили вокруг да около, в результате я приехал на тест-драйв, как обычный, ну, человек, да, и взял с собой вот смартфон и снимал, что там происходило. Ну, и мы заехали, заехали чуть-чуть дальше, там, может быть, какой-то сугроб, состряли там, к нам приезжал танк на помощь, 300, ну, чем интересная такая, вот, мне кажется, история получилась. Но меня просили, как бы даже после того, как я это все заснял, попросили согласовать это видео там с ними, ну, не знаю, с кем, в Китай отправить, наверное, еще там что. Но я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем мне с кем-то что-то согласовывать, я сказал, это не рекламные видео, как любой человек может прийти сейчас и снимать в автосалоне, там, да, в общественном месте все, что угодно, и выложить, и поделиться информацией, поэтому, я не знаю, с одной стороны, вроде как, могу выложить, с другой стороны, вроде как, не скомпрометирую или я тем самым, да, сам Хавейл, потому что, ну, хотя это одна компания, там этот танк, то же самое, в принципе, поэтому давайте так, проголосуем, вот проголосуем, у меня на канале, да, вот если кому-то интересно, я выложу видео про Хавейл этот, как там у нас получилось, а, Дарго, кстати, был, Дарго Икс, на обзоре, а, если не интересно, то, может, и не буду выкладывать, посмотрим, прямо вот отдельный в комментарии, там будет, вот, и там голосуйте тогда, вот, полезная вещь, интересная, если кому нужно будет, ссылочку также оставлю в описании, потому что, по отзывам, я понял, что, не все готовы пересаживаться на китайцев, многие сейчас говорят о том, что, лучше поискать японца, проверенного, просто найти свой вариант, вот как когда-то сделал я, если этого видео вам было интересно и познавательно, с вами был Сергей Перетягин, всем крепкого здоровья, удачи, успехов, и до новых встреч в эфире.